Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ирина Шухаева, и мы с вами поговорим о национальной идее. О том вообще, что это такое, откуда это взялось, кому зачем это было нужно, какова, так сказать, история вопроса возникновения этого понятия. Немножко разберемся с такими понятиями, как нация, народ и идея. Немножко, потому что, поскольку процесс развития каждого народа, каждой нации до сих пор продолжается, пока продолжается развитие нашей с вами цивилизации, никаких окончательных понятий, формулировок, точных каких-то прогнозов, к сожалению, сделать невозможно, и ни у кого это не получается. Наверное, не случайно даже юристы Организации Объединенных Наций четкого понятия нации до сих пор не дали. Вот такой забавный казус. Но, тем не менее, мы попробуем разобраться и посмотреть, что же такое национальная идея. Что такое национальная идея наша с вами, русская, национальная идея для России. Обязательно оставим время на то, чтобы поговорить о национальных идеях других народов. Потому что в этом вопросе сравнение просто жизненно необходимо, можно сказать, на такое вот понятие идентичности и на отличие себя от других. В общем-то, все, что вокруг этого вопроса обсуждается и строится, все находится. Сейчас, конечно, как вы догадались, процитирую вам обязательно знаменитую сказку Леонида Филатова. Там собрался у ворот этот, как его? Народ. И если здесь на картинке вы видите народ современный, такой вот собравшийся, то я могла бы вам предложить собрать людей, крестьян, например, или купцов, или помещиков. И мы с вами попробуем предположить, что они вот так вдруг ни с того ни с сего где-то дружно собрались, побросали все свои важные дела, кто каторжный труд, кто торговлю, и решили, пора нам выработать национальную идею. А то не можем мы без идей на ни землю пахать, ни детей рожать, ни замуж выходить. Нет, мы без национальной идеи существовать не можем. У нас с вами, конечно, ничего не получится. Понятно, что это такое не столько искусственное, сколько такое аналитическое, обобщающее понятие. Потому что, к сожалению, так получается, что национальную идею и для нашего народа, и для других народов ищут те, кто от народа, прямо скажем, далековато. Существует сегодня множество наук и разных наукообразных систем, которые пользуются таким сложным языком понятия, терминов, сленга, профессионального, чего угодно, что понять, собственно говоря, о чем они говорят, от юристов до психиатров. Представляете, какой арсенал национальных идей накопила наша психиатрия. И точно, кто из них был сумасшедшим, а кто пророком, мы, опять же, с вами не договоримся. То есть я так шутя подбираюсь вот к такой сложной проблеме, что национальная идея должна быть сформулирована очень просто и понятно. Иначе она никого не сможет зажечь, и тем более вот этот, как его народ. Он нас просто не поймет, не поймет всех тех сложных конструкций, которые мы будем ему предлагать в качестве национальной идеи. Я в интернете даже математические формулы для выражения национальной идеи встречала, разобралась с трудом, но вам об этом рассказывать не буду. Попробуем немножко попроще и попробуем так посмотреть вот именно историю вопроса, откуда это все взялось, откуда это все возникло, как это все развивалось. Итак, что же такое народ? Народ – это люди, народившиеся на известном пространстве, язык, племя, жители страны, говорящие одним языком. Определение принадлежит Далю. Так тоже на минуточку напомню вам, что Даль был шотландцем по национальности, что, в общем-то, не мешало ему оставить в истории русского языка совершенно неизгладимый след, которым мы до сих пор пользуемся, и его сборники пословиц, и все, что на его толковый словарь. Тем не менее, к вопросу о том, мы будем еще говорить, как определить, что такое русские, или что такое какая-либо другая нация или национальность, а это все разные тонкости одного вот этого непонятного, этого как его народа, сложного такого понятия. Итак, что же такое нация? Нация – это народ в обширном значении, язык, племя, колено, однородцы, говорящие одним общим языком. Не очень понятно, правда? Из этих двух определений очевидно только то, что нация включает в себя народ, а не наоборот. Вот этот как его народ не очень понятный, он входит еще в нацию, которая, в общем, тоже не очень понятна. Понятно, что она находится на одной территории, говорит одним языком. Ну, изначально когда-то, да, в древних племенах все были родственники, сейчас уже, конечно, не родственники, но, тем не менее, вот есть что-то такое загадочное у них у всех, общее. И встречали ли вы такое вот, как часто употребимое, например, выражение, как русская национальность? Ну, скорее нет, да, чаще всего мы говорим русский народ. Русский народ, наш народ, и вот этот народ имеет у себя какую-то идею национальную. Или не имеет, или должен иметь, или не должен иметь. Особенно сегодня, когда уже перед цивилизацией стоят совсем другие угрозы, да, и совсем другой процесс развития концентрации уже производственных сил, да, человечества, та самая глобализация. Попробуем разобраться, но попробуем все равно немножко посмотреть в историю. И идеи бывают национальные, еще очень тонкость такая часто возникает, как ищут разницу между идеей национальной и государственной. Сколько я не пробовала найти каких-то простых и понятных отличий, мне этого сделать не удалось. Но, тем не менее, если вы будете исследовать вопрос возникновения национальной идеи, то обязательно упрете все в то, что рядом стоит идея государственная. Но для начала вернемся к тому, что такое идея. Идея бесконечно, и имеет это понятие бесконечное количество определений, можно, в общем-то, запутаться. Я предлагаю вам то, которое нам будет, в общем, удобно в работе. Итак, идея. Это форма постижения в мысли явлений объективной реальности, объективное, конкретное и всестороннее знание действительности, включающее в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира. Ну, в общем, более-менее, правда, понятно, да? Таких, в общем-то, каких очень сложных, научных понятий, требующих расшифровки, нету. Напомню вам, что термин «идея» впервые ввел Демокрит. Он назвал идеями неделимые умопостигаемые атомы. Атомы неизменны, но из них слагаются разные вещи. Ну, собственно говоря, если вспомнить и химию, да, даже самые примитивные знания, молекулы состоят из атомов, атомы химически неделимые. Если мы посмотрим на нашу с вами общественную и социальную жизнь, то всё вокруг состоит из слова. Да, слово механически делится на слоги, но это не совсем то, о чём мы говорим. То есть здесь в «идее» мы определяем для себя то, что это некая целостность, с ней можно что-то делать, и она предполагает определённое преобразование мира. То есть это некое такое всё-таки руководство к действию. Идеи, как вы знаете, бывают прогрессивные, бывают реакционные, бывают безумные, но мы будем с вами искать идеи национальные. Так вот, как бы сказать, основателем понятия «русская идея», тем, кто как бы первый об этом заговорил, был Фёдор Михайлович Достоевский. Причём поступил он, в общем-то, достаточно коварно для дальнейшего развития нашей мысли, и исторической, и литературной, и философской. Он сказал примерно следующее, что «наш народ носит в себе органический зачаток идеи от всего света особливый». Идея же эта заключает в себе такую великую у нас силу, что, конечно, повлияет на всю дальнейшую нашу историю. И, конечно, наверное, с возникновения русской историософии, философии, литературы, конечно, вопрос о особом пути, особой миссии России имеет огромное значение, и всегда исследовался и исследуется и нашими учёными, и западными. Мы, так сказать, будем двигаться по тому пути, который, осмысляя, выбрали для себя славянофилы, евразийцы, славянофилы, которые, в общем, видели у России особое предназначение, особую миссию. Мы должны были нести духовные, православные ценности в Европу, которая погибает от рационализма. Но это я, конечно, так утрированно говорю. У западников национальную идею мы найти с вами не сможем, потому что они считали, что Россия должна преодолеть свою отсталость и догнать Запад. Тут гораздо дальше пошли большевики и, так сказать, советский период развития национального сознания и каких-то там идей, лозунгов и задач. Мы хотя бы в советский период Запад не только догоняли, но и хотели перегнать. Была гонка вооружений, была битва за космос, были определенные экономические показатели. В конце концов была холодная война, которая закончилась развалом Советского Союза. И сегодня, в общем, такая у нас с вами забавная картина. С одной стороны, жуткое обезьянничество, подражание Западу. И такой термин появился как обамериканивание изнутри, считают одним из факторов идеологической войны, которая сейчас идет, информационная война. И тем не менее, несмотря на такое подражание все-таки Западу сегодня наиболее у нас, наверное, считается идеологическая какая-то устремленность туда, мы, тем не менее, активно ищем национальную идею. Вопрос обсуждается и обсуждается на государственном уровне. То есть идею ищут. Ищут давно и, опять-таки, не могут найти. Но понятно, что если национальная идея существует, то она может быть выражена, она может быть сформулирована, она может иметь какой-то зрительный образ. Вот, например, одна из самых ярких и, наверное, ну не наверное, о первых национальных идеях, которая родилась у нас в XVI веке, Москва, Третий Рим, мы об этом подробно поговорим. Видите, она не только сформулирована, но она и может быть нарисована. Есть еще, да, там такие формулировки национальной идеи, как Москва, Москва, Третий Рим, я уже сказала, Русь, Дом Богородицы. В некоторых современных работах предлагают вообще Рублевскую Троицу считать национальной идеей. Мне лично нравится, мне нравится сама Троица. Следующей такой, да, наиболее емкой, ну и известной формулировкой национальной идеей была знаменитая триада графа Уварова. Вот он, посмотрите на него, Сергей Семенович, тезка нашего московского нового мэра, который провозгласил православие, самодержавие, народность. Произошло это в 1833 году. Так возникла теория официальной народности. То есть, так сказать, идея Москва, Третий Рим не выдержала, во-первых, внутреннего раскола, который произошел при Никонии. Дальше последовали мощные Петровские реформы. С национальным духом, русскими традициями, в общем-то сказать, в стране была напряженка. И тем не менее, вот в середине XIX века, да, когда уже отшумели восстания декабристов, когда с одной стороны нужна была реакция, но с другой стороны нужна была и какая-то идея, вот граф Уваров сформулировал православие, самодержавие, народность. То есть, так сказать, долго она тоже не продержалась. И мы будем говорить с вами о том, что происходило в конце XIX, начале XX веков, какие были национальные движения, какие были лозунги, как это все привело к тому, что кто был ничем, тот станет всем, как возникла идея пролетарии всех стран «соединяйтесь», и Советский Союз, колыбель мировой революции. Не случайно в этом усматривают такое возрождение именно московской идеи, да, то есть православие мы уже защищали и спасали, став Третьим Римом. Ну, с православием не очень получилось. Мы понесем в мир другие идеи, мы понесем в мир идеи правильного социалистического порядка. Что из этого получилось, мы тоже с вами разберемся, это очень интересно. И сейчас я хочу немножко с вами поговорить о том, что вот этот вот самый «как его народ» – это действительно очень сложное понятие, состоящее из очень и очень многих частей, настолько взаимосвязанных, что порой трудно сказать, что было вначале, как вот тот самый спор про курицу или яйцо. Итак, каковы же силы, которые созидают народ, создают его? Значит, что создаёт народ? Это прежде всего сравнение с другими. Что такое сравнение с другими? Любой представитель народа или этмоса, как говорят по-научному, попадая в какое-то другое место, в другую страну, в другую территорию, чувствует себя потерянным, удивлённым и скорее спешит к своим соотечественникам, чтобы им рассказать, какие они там, не такие, как мы. То есть идентичность такая обязательно сравнительная и, как правило, конфликтная, потому что все народные устои, традиции, религии, мировоззрения, они складывались веками и, естественно, сталкиваясь с кем-то другим, потому что это вообще такое, и скорее к своим. Своим скорее рассказать, какие они неправильные. Однако, как правило, на религиозной почве бывают расслоения народов на своих и чужих, это как наши старообрядцы и сторонники Никона, а в мусульманстве это шииты и суниты тоже разделились, хотя это один народ, один этнос, одна территория, но тем не менее они построили между собой баррикады и оказались по разные стороны. Дальше такой важный момент, как вызовы и угрозы. Конечно, самая большая угроза и самый ярко выраженный вызов – это война. Напомню вам, что Сергей Соловьев, наш замечательный историк, посчитал, что на период с 1240 по 1462 год на Руси было 200 войн каждый год по войне. Естественно, мобилизация всех и внутренних, и внешних сил, какой-то духовной энергии, которая есть у людей, она, конечно, происходит в период, когда идет война. Мы защищаем свою землю, уже тут не очень разбираясь внутри себя, кто хороший, кто плохой, есть враг. Естественно, если народ выстаивает такое количество войн, а дальше, в общем, сильно легче-то нам не стало, как вы знаете из истории, то действительно он уже имеет право, так сказать, называться, формироваться, нести в себе какую-то идею, даже, может быть, от всего мира и особливую. Следующее – это, конечно, роль земли, роль земли, ландшафта, территории. Естественно, вот этот, как его народ, он собирается у ворот на своей земле, а не на какой-либо другой. Это уже не будет таким явлением, как то, о котором шуточно написал Леонид Филатов. И роль земли, размеры, растительность, климат, конечно, играют большую роль в формировании народа. Кроме этого, как многие ученые отмечают, как Гумилев всегда говорил, у народов есть родины. Земля населена духами, преданиями, какой-то определенной энергетикой, богами. Имеется определенная сила и связь, да. И, конечно, вопрос о том, принадлежат ли богатства земли тому народу, который на ней живет, или не принадлежат, вносит, безусловно, неэкономический характер. Характер действительно такой национальной целостности, вот в том понятии, что народ, он существует на определенной территории, и с этой территорией у него существуют определенные очень сложные связи. Дальше. Государство. Государство – это такая жесткая, мощная, несущая конструкция, которая обеспечивает народу его жизнь, его бытие, его воспроизводство, охраняет границы, назначает какие-то административные деления, выполняет политическую, культурную функцию, проводит демографическую политику. Ну, нет народа без государства, правильно? И нет государства без народа. То есть это настолько важные слившиеся понятия между собой. Государство – это очень важно. Дальше, конечно, мировоззрение и религия. По поводу мировоззрения все больше сегодня ученые говорят о том, что те вопросы, которые задавались себе древние люди, в общем-то, от наших вопросов не сильно отличаются. Точно так же нас интересует, как произошла Земля, как произошли мы. Как жить правильно? Что такое Бог? Каждый народ имеет свою систему мифов, свою какую-то долго вырабатывавшуюся систему ценностей. Понимаете, вот, допустим, греки считали, что главное в мире – это покой. Любое, так сказать, движение они считали насилием. Древние китайцы считали и считают до сих пор, что все в движении. Ну, вот, интересно, интересна судьба и тех, и других, но и сторонники, да, и у тех, и у других найдутся. И, безусловно, мощнейшей силой, объединяющей людей в народ уже, да, вот в такое загадочное понятие – это, конечно, религия. Это обряды, это взаимодействие с природой. И, конечно, когда принимали христианство на Руси, ну, надо сказать, что, в общем, не такого уж большого насилия это не происходило. И в язычестве, и в христианстве признается единый владыка Вселенной. Одни, ну, не одни и те же, но похожие используются магические обряды, долгие молитвослужения. В основе годичного каркаса всех празднеств лежат лунные и солнечные фазы, бессмертие души и ее дальнейшая жизнь тоже признается. То есть, в общем, строго говоря, принимая христианство, уходя вот от такого природного язычества, ну, можно сказать, что, да, поменяли название обрядов и божеств, хотя все равно, я считаю, что и Пасха, и Масленица, и многие другие приметы, они, в общем, как бы сказать, больше язычески близкими и остались. Дальше идет у нас с вами язык и имя. Ну, язык, я думаю, не нуждается в комментариях. Это самый главный этнический маркер, по которому мы определяем своих от чужих, да. Мы говорим на одном языке и на родце, и на верце, кто угодно. Просто сейчас мы скажем люди других национальностей, они говорят на другом языке. И, безусловно, важно происхождение названия страны, да, что такое Русь, кто такие русские, кто такие славяне, почему слово слэв во многих европейских языках означает раб-невольник, тогда как у нас, наверное, к этому совсем другое отношение. И что еще важно, конечно, в каждом народе, это его определенное гуманитарное сознание. То есть те науки, вот история и география, история – это как то, что память о былом величии, да, о каких-то сражениях, о каких-то потерях, так или иначе обязательно будет перекликаться с какой-то национальной идеологией обязательно. И не случайно же в каждой стране, в каждом городе обязательно есть, да, этнографический музей, где каждый народ показывает древность своего происхождения, давность своей истории, развитие своей культуры, своих ремесел. Естественно, все это очень важно, это определенная целостность, потому что, ну, народа без истории нет, и истории без народа тоже нет. Настолько это все переплетено, и настолько это все интересно в исследовании. Ну и география, в общем, тоже наука не для извозчиков, которые знают, куда ехать, правда. Это наука, которая позволяет, опять же, осознать и сравнить, что есть в моей стране, в моей земле по сравнению с другими. Чем она отличается, что важно сохранить, к чему важно стремиться. Потому что на протяжении всего периода, особенно периода в российской истории, все-таки задавались вопросом, да, куда двигаемся мы, да, куда идем. И, безусловно, вот я упоминала вам уже славянофилов и западников, вот особливо от них стоит Петр Чаодаев с его письмами, за которые он поплатился, так сказать, титулом сумасшедшего, да, что Россия является собой пример, который, например, негативный народом, которому подражать не следует. То есть вот, а что дальше с ней будет, это несколько так мистически и несколько туманно. И действительно, какое место у страны в сегодняшней цивилизации, оно, в общем, можно спорить, есть какие-то особенности, есть что-то общее. Но помните, вот я вам говорила сейчас о вызовах и угрозах, вот вспомните такой бы Армагеддон фильм, да, кадр, когда показывали, пока там Брюс Уиллис переживал, что он не поведет свою дочь к алтарю, он показывал, можно сказать, да, вот так, в охвате всю землю, да, как люди разных народов, разных религий, разных стран, да, вот все замерли, все стоят на коленях и ждут, выживет цивилизация или нет. Угрозы-то, в общем-то, совсем другие. И есть еще такая вот, встречала я такую теорию, что если Запад – это цивилизация материи, Восток – цивилизация духа, то Россия как бы между ними – это цивилизация меры. И вот где, конечно, та самая волшебная мера, которая позволит нашей стране полностью владеть и своими ресурсами природными, и людскими, и достичь, наконец, вот того справедливого государственного царства, которого прежде всего искали наши предки в идее Москва, Третий Рим. Вот как раз об этом мы с вами подробно поговорим в следующей программе. Наша первая национальная идея – Москва, Третий Рим, от которой, в общем-то, сегодня до конца никто и не отказывается, и никогда не отказывалась. Она всегда имела какое-то развитие. На этом наша сегодняшняя беседа закончена. До свидания.